Микс Ньюс Книга — это детали, решения и материалы, о которых читатели даже не подозревают. Проникните в книгу и раскройте ее по-другому. Культ Просвет предлагает цикл бесед из жизни книжного червя. Путешествие в мир книжного дизайна с Алексеем Мурашко. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет, и это вариация на тему, когда мы говорим о книжном дизайне, о истории книги и о целом ряде других вопросов, которые связаны с тем, как книга создается, как ее хранить, каким образом она может умереть и возродиться и так далее. Так вот, сегодня мы поговорим, условно говоря, используя, может быть, музыкальный язык о новой премьере, о новом сборнике поэзии. Автор Елена Глазова, и она выбрала для своей новой работы, для своего сборника очень интересное название «Алчность». Это билингвальный сборник поэзии. Мы сегодня поговорим с нашим гостем в рамках книжного червя, с книжным дизайнером Алексеем Мурашко, не только о том, как книга создавалась им, но каким образом он, например, реагировал на содержание, как оно влияло и влияло бы или вообще влияло на создание формы книги, на элементы, которые сейчас вы, к сожалению, видеть не можете, но я уверен, что книга эта доступна в книжных магазинах. Таким образом, речь идет о сборнике «Алчность». И напомню также, что сегодня наша беседа, возможно, благодаря моему коллеге, звукорежиссеру Родиону Золотареву. Естественно, без вас эта беседа не может состояться, поэтому не только слушайте нас, но, пожалуйста, участвуйте, комментируйте. Вы услышите также фрагменты из самого поэтического сборника, у вас будет возможность реагировать и на текст, и на рассказ о том, как создавался дизайн этой книги. Телефоны нашего эфира без изменений 6721-2939 и 6721-3939. Также WhatsApp и SMS доступны, номер 206191-206191. Алексей, я думаю, что для того, чтобы, может быть, не создавая, правда, иерархии, но следуя какой-то логике, может быть, сначала обратимся к содержанию этого сборника. И сама автор, которая сегодня, к сожалению, не смогла быть в студии, она согласилась на прошлой неделе ответить на два вопроса, которые я ей задал. Первый вопрос связан с названием сборника «Алчность». Чего алчит современный горожанин? Ибо, как правило, и вы это услышите сегодня, тексты Елены посвящены темам города. Это урбанистическая среда, это горожанин, с которым что-то происходит, целый ряд метаморфоз. И второй вопрос, на который я попросил ее ответить. Все уже, кажется, давно сказано. Мы вспоминаем выражение пьесы Шекспира «Гамлетт», слова, 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 которые говорит сам главный герой, тем самым подчеркивая то, что множество значений умерло. И слова – это, по сути дела, мусор. Почему же все-таки вы добавляете к этим словам, возможно, потерявшим значение, свой текст, свой сборник, свои буквы? И вот я попрошу сейчас моего коллегу Родиона включить запись и послушаем, что нам ответила автор сборника Елена Глазова. Добрый день. Отвечаю на первый вопрос. Близка ли алчность к голоду? Мне кажется, вероятно, может быть, это такая, в моем понимании, алчность – это такая очень яркая эмоция, окрашенная яркими красками, и, может быть, она близка к голоду, но голос – это, скорее, такое негативное понятие немножечко в моем понимании. Я имела в виду алчность, как именно в моем случае, вот именно в случае этого сборника. Алчность – это как бы алкание власти. То есть это вообще, в принципе, книга об взаимоотношениях индивида с властью. То есть о том, как во время тотального диктата масс-медиа и в эпоху пост-истины живет современный индивид. То есть как возможно, что такое современный человек, что такое последний человек в эпоху пост-истины. То есть вот в моем сборнике вы можете увидеть такое словосочетание. Есть один из героев – это последний человек. Меня интересует, кем будет этот последний человек, что будут за последние слова, которые он скажет. Вы можете прочитать это в моем сборнике. На данный момент, в данном случае, это отсылка к Пьеру Гиота, французский писатель, у которого есть тоже вопрошение на тему того же вопроса. Это один из вопросов, который его занимает. Это такая маргинальная постановка вопроса. Также, чего алчит современный горожанин? Ну, знаете, мне сложно сказать, чего алчит современный горожанин. Наверное, вопрос был бы не ко мне как к автору поэтического сборника, а скорее к антропологу какому-то, который исследует современную жизнь. Я, наверное, исследую современную жизнь под каким-то другим углом. У меня какие-то свои абстрактные построения, которые я выстраиваю в этом сборнике. То есть меня скорее больше интересует такая антиутопия. То есть я бы сказала, что это сборник такой, где скорее исследуется жизнь в антиутопии какой-то, а не в современном реалистичном городе. Отвечу на второй вопрос. Ну, может быть, слова, все значения исчерпались, но тем не менее слова продолжают что-то значить и волновать умы, тем не менее коммуникация не умерла. Мы все же с вами продолжаем говорить на человеческом языке. И происходит все-таки, есть какая-то необходимость самовыражения. Я бы сказала такое банальное выражение «любовь зла». То есть вот полюбил человек слова и занимается словами. То есть вот такой мой будет ответ. То есть потребность самовыражения посредством слов. И благодаря этому я как бы и занимаюсь этим, продолжаю исчерпывать эти смыслы, нагромождать их словам. И зачем нужна публикация сборника? На мой взгляд, это все-таки означает то, что человек окончил работать над какой-то темой. И вот как бы это финал. Финал этой работы. То есть можно закрыть эту тему и идти дальше. То есть публикация книги – это такой символический акт, получается, что публиковав ее, можно наконец закрыть какую-то главу в собственном творчестве. То есть вот такой, так я понимаю публикацию книги. Итак, я зачитаю пару текстов из книги «Алчность». Сначала было ни слова и ни плоть. Это был монтажер, режущий кадры, склеивающий их в некой последовательности, говорящий кому-то «Жозефина», не этой ночью. Монтажер уже склеил кадры, вырезав все необходимое, допотопные истории о природных катаклизмах, «Стихийное бедствие» отняло много времени с утра. Бесконечной манне с неба, от которой падали города, расступающихся морях по статегическим чертежам, русалках, у которых нет смерти, но если русалка заплачет, она умирает. О женщинах, для которых нет ни рая, ни ада, когда они умирают, от них не остается ничего. О многих бедствиях, которые мы хотели бы забыть. Женщина-сфинкс улыбается ртом, горгона-медуза улыбается волосами, русалка улыбается хвостом, ничто не тревожит, мы все на совести справедливого монтажа. И второй текст. «И тогда им приснилось, будто они герои фильма ужасов. Он делает протезы для пациентов в клинике, пневматические руки и ноги. Она боится искусственных конечностей, воображает, что не сможет во время первой интимной сцены. Ее рука превращается в протез. Он уверяет, что ей только кажется. Утром протез превращается в руку. Во время второй интимной сцены ее нога превращается в протез. Он уверяет, что ей только кажется. Утром протез превращается обратно в ногу. После третьей интимной сцены Она превращается в пневматическую куклу, не может двигаться сама, но все осознает. Вот и все, что было нужно. Он прячет ее в комнату пневматических жен. По стенам висят туловища и конечности некогда настоящих женщин. И тогда в фильме ей снится пневматический сон. О том, как они познакомились в баре на Новый год, он достает из кармана протез. Она пожимает пневматическую руку. Вдруг понимает, что это ее рука. Это сигнал. Они выходят из сна. В этой реальности она геноид на исследовании по заработке. На ней тестирует имитатор сна. Он приговоренный за изнасилование. На нем тестируют эмпатию геноидов. Они помещены в раздельные стеклянные боксы, исключающие физический контакт. Они переговариваются на тайном языке. Она подключается к системе охраны и вырубает блок питания в отсеке. Для перезагрузки две минуты. Камеры открываются. Они успевают выйти. Это сигнал. Они выходят из сна. В этой реальности он заснувший у компьютера программист. Она уснувшая официантка на диване. Они думают. Лучше снова заснуть. Им снится, будто они герои фильма ужасов. Спасибо за внимание. Спасибо Елене Глазовой. Уважаемый радиослушатель, вы прослушали два текста из ее нового поэтического сборника. Переводчиком на латышский язык, а это билингвальный сборник, был Арвис Вигулс. И сборник называется «Алчность». И издан он совсем недавно, буквально несколько недель назад, в издательстве «Валтерс Дакша». Еще раз напомню, что сегодня в студии у нас дизайнер книг Алексей Мурашко. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, Алексей, сегодня наша беседа о книжном дизайне несколько изменилась в жанровом плане. Каким-то образом технически присутствовала и автор текстов, которые вы в свою очередь превращали в книгу. Книгу, которая нам теперь доступна и как материальный объект, где находятся ее тексты. Она рассказала нам сейчас в двух ответах, почему все-таки автор решает в этом многословии этого мира заполнить его еще своими текстами. Теперь я хотел спросить вас, Алексей, вы знакомы со всеми ее текстами, в отличие от наших радиослушателей, на данный момент, по крайней мере. Скажите, какой текст вам кажется наиболее интересным, вам как читателю? У меня небольшой опыт в современной поэзии. Я так вышло, что делал книги. И есть вещи, которые, безусловно, меня трогают и заставляют о чем-то задуматься. Есть вещи, которые я не до конца могу понять. В этой книге, пожалуй, нашлось и то, и другое. У меня есть какие-то коды, которые плетет или составляет в данном случае криптограф. Автор шифрует послание, ему не хочется, чтобы вещи были очевидными. В некоторых случаях им иногда кажется, что это очень очевидные вещи, а все остальные остаются все-таки в каком-то легком недоумении, не прочитав и не до конца поняв, например, смысл. Мне у Лены понравилось несколько стихов. Это стихи сюжетные про Белоснежку, про того самого последнего человека, про короля... Я не помню точно название его. Королева умерла, называется он, по первой строке. И поэтому получается, что я для себя там тоже смог что-то найти, что меня заинтересовало. Но тут есть еще одна важная вещь, что было бы странно, если бы сборник был совсем таким однородным. Понятно, что у него... До скуки однородной. Понятно, что у него есть какие-то всплески, есть какие-то более спокойные места. Это нормально. Автор, когда выстраивает последовательность текстов, мы, когда работали над книгой, в общем, эта последовательность не претерпела, насколько я помню, изменений каких. Автор чувствует, с какой скоростью, с каким ритмом эта последовательность, этот сценарий будет в книге раскрываться. И нередко с книгами, не антологиями, а вот именно авторскими сборниками, которые посвящены какому-то одному явлению или одному какому-то периоду в их жизни, как этот, о котором вот Елена упомянула, что у нее копилось, и вот ей надо было от этого освободиться. И это вот хороший пример того, когда книга при всех вариативностях этого нарратива, она, тем не менее, очень цельная получилась. То есть, в принципе, набор образов, которые там есть, он очень хорошо сидит друг с другом. И многие из этих образов, они послужили точкой для того, чтобы придумать, что с этим сделать. Я, наверное, не мог бы выбрать прям самый любимый из стихов. Может быть, тогда тот, который стал импульсом для вас, может быть, какой-то ниточкой, когда вы могли понять, что вот вы сможете создавать концепцию этого. Мне неловко читать современную поэзию, потому что меня все упрекают. Так вышло, что я со поэтами общаюсь частенько в последнее время, и они меня упрекают за то, что я слишком постановочно читаю поэзию. Ее нужно максимально безинтонационно читать. Нужно не окрашивать. А я как школьник читаю. Выберите технику или жанр произношения, и тогда здесь вы можете... Чтобы вот недолго выбирать, я просто первое прочту. Договорились. Елена его не читала, по-моему. Бог красит губы. Бог красит губы. Бог достает тонак. Глядит в зеркало. Подводит глаза. Выходит на улицу. Бог идет по шоссе. Неудачно стопит. Падают сумерки. Стоя под фонарем, Бог глядит в зеркало. Поправляет прическу. Высматривает седой волос. Бог подкрашивает губы. Бог зевает. Со скуки продолжает стопить. Механическим жестом. Темно, и начинается дождь. Бог насквозь. Останавливается машина. Дождь в свете фар. Дверь открывается. Бог на переднем сидении. Подглядывает в зеркало. Машина удаляется в лес. Бог привычно расстегивает штаны. Бог раздвигает ноги. Поутру на опушке обнаружено тело. Человека без примет. На руке надпись красной помадой. Ты для меня Бог. Вы выбрали это стихотворение, потому что оно первое? Или, может быть, оно все-таки могло стать каким-то мостиком к художественной концепции? Ну, там есть нарочитость, конечно. То есть, вот, собственно, самая первая строчка. Бог красит губы. И помимо того, что с этого произведения начинается книга, оно первое в содержании. Потому что есть много произведений в этой книге, в которых нет названия. Только два стиха заглавлены. Ну, и, по сути дела, это очень постмодернистский Бог, который совсем уже потерял всю свою сокровенность. Ну, и так как это очень нарочито, в общем, я себе как-то... Ну, мне даже тяжело представить эту сцену. Почему он может быть трансвеститом? Может, может. Он же все... Который стал жертвой насильника. Он всеобъемлющ, Господь, я слышал, во всяком случае. И поэтому получается, что тут есть, безусловно, место для того, чтобы нажать на педальку, ну, втопить в пол, что называется. Вот. И часть образов, которые связаны с яркостью, во всяком случае, то, как Елена мне их попыталась объяснить, мне показалось правильными. в какой-то момент мне так не казалось. Вообще работа началась с совсем другого концепта. И так как он сложился, я не хочу рассказывать, каким он был. Вот. То есть все, это уже готовый продукт. Я могу когда-нибудь об этом рассказать попозже, пока пыль не улеглась. Розовая пыль. На самом деле мы должны все-таки попытаться хотя бы словами воссоздать визуальный момент этой книги для тех, кто, может быть, только слушает нас. Ну, в двух словах, это история про такую яркость эмоций, такую силу энергии этой алчности. И в данном случае я бы не придавал бы ей ни позитивных, ни негативных знаков. Я бы просто концентрацию ее бы выдал. Невероятно. Эта концентрация выразилась в том, что эта книга очень яркая, иллюстрации в ней напечатаны флуоресцентной краской, которая при определенных условиях освещения даже жжет глаза. Да, слава богу, мы вовремя остановились, и текст просто на розовой бумаге. Но в целом, конечно, это такой, ну, я бы сказал, что это такой, ну, крик в каком-то смысле. То есть можно было пойти еще дальше, вы сказали, что вы вовремя остановились. Да, но тут важно же держать какое-то представление о том, что у книги есть дальнейшая судьба, и, соответственно, ну, если читателям придется преодолевать какие-то невероятные усилия для того, чтобы прочесть эти тексты, то, наверное, это хуже для текстов, потому что книгу как объект... Невероятные, в смысле, какие-то... Ну, мы могли все, в принципе, на розовом фоне, ну, в смысле, на вот этом интенсивном фоне это все напечатать. Вот. Просто тут надо было искать компромиссы для того, чтобы читаемость была, чтобы не использовать дополнительные краски, которые влияли бы на стоимость производства. Вот. И поэтому вся книга такая двухцветная. Какая-то она розово-красновато-алая, и синий текст, и синие иллюстрации на вот этом фоне разной степени интенсивности. И вот. Да, я должен сказать, что когда я рассматриваю эту книгу при интенсивном освещении в студии, да, немножко ломит глаз. Так и есть. Я думаю о, скажем, содержательной стороне подобного выбора цвета мы поговорим во второй части нашей программы, когда вернемся в студию через несколько минут. Мы вернулись в студию. Напомню, сегодня мы говорим о сборнике текстов Елены Глазовой «Алчность». Так называется этот сборник. Сборник издан в издательстве Валтер Седакша. И сегодня у нас в студии Алексей Мурашко, дизайнер книги. Той книге, о которой мы говорили в первой части, как о сгустке алчности. Сама автор в первой части в записи нам коротко рассказала о том, как она воспринимает свою поэзию, и прочла два текста. Третий текст добавил дизайнер книги, и мы уже говорили о том, что своеобразным импульсом для этого сборника стала идея, по сути дела, покинутого всеми, даже, может быть, богом человека. Алексей, продолжим нашу беседу о том, каковы были импульсы для создания визуальной формы текстов Елены. Да, я могу сказать откровенно. Я когда прочел, ну, или начал читать эту присланную рукопись, я там за что-то, ну, я безусловно зацепился, но были вещи, которые мне остались непонятны, что-то мне Лена потом рассказала. Скажите, а какие образы зацепили вас, как вы сказали? Ну, во-первых, меня зацепило чувство, я не знаю, это моя, собственно, интерпретация, но меня зацепило чувство отчаяния какого-то. Там, на самом деле, эта антиутопия, она доведена до предела. Там, в сущности, есть пара или тройка произведений, я сейчас навскидку не вспомню, там довольно много стихов. Они апокалиптического свойства. Там, в общем, кранты всем настают, и, безусловно, такие вещи, ну, они оставляют какой-то след в голове. Там есть эволюция одного героя, вот последнего человека, потому что там он был, а потом его не стало, насколько я помню, там в каком-то из следующих стихов. И это к вопросу о том, что эти стихи, они образуют некую последовательность рассказа. Кажется, что они совсем разные сюжеты, но в реальности там есть нить, которую можно уловить, прочитав внимательно. И у меня, соответственно, было такое какое-то странное ощущение, которое в итоге привело к графическому именно решению. То есть, в смысле, что эти цвета все равно бы были такими. Вот образы, там уже про них можно отдельно поговорить, а книга как объект, как некий набор главных каких-то слоев, визуальных, сложилась именно под воздействием ощущение отчаяния, который, ну, этого апокалипсиса, который при этом почему-то происходит в каком-то клубе с трансвеститами, нагими людьми, которые, ну, в каком-то безумном полунаркотическом каком-то состоянии находятся. Они все перемазаны всем, чем угодно. Может быть, там как раз и происходят современные апокалипсисы, потому что тот грандиозный, единственный. И вот что этот ультрафиолет, он слепит, особенно когда на тебе белые вещи или вещи из хлопка, и ты находишься под ультрафиолетовой лапой, и у тебя режут глаза от этого. Я, кстати, не знаю, как эта книга будет выглядеть под ультрафиолетом, думаю, что она будет прямо как светофор гореть. Ну, я не знаю, какую более уместную метафору можно привести. Вот, и надо будет сходить, я просто не бываю в таких местах, надо будет сходить посмотреть. Специально. Вот. И да, у меня было вот такое странное ощущение, и, собственно, из-за этого получилось настоять, потому что мы когда обсуждали как раз вопрос цвета, то, что книга будет без названия на обложке, было понятно. Мне лично сразу, мне удалось Лену в этом убедить. Я сказал, что это некий жест, наверное, мой францерский в адрес книжных магазинов, которые часто очень продают книги запакованными в пленку и не открывают экземпляра. Вот. И ты не знаешь, что ты купишь кота в мешке. Я решил довести эту ситуацию до абсурда и оставил только имя автора. Ну, потому что без него идентифицировать книгу было бы невозможно. Вот. Но чтобы обложка не была совсем, переплет не был совсем пустым, на обложке там есть такое тиснение легкое, вот, работает с теми образами, которые есть внутри в книге. Мы не будем раскрывать, что это за образ. Ну, часть, я могу рассказать, безусловно, вот, относительно внутренних иллюстраций. Тут тривилизировать-то тоже не хотелось бы. Это важная часть. Мне не хочется красть у людей возможность собственной интерпретации. Там есть три главных образа в книге внутри. Это бабочка, значит, мертвая голова и русское название. Вот. Такой предвестник смерти, скелет змеи извивающийся. В моем представлении это змея, конечно же. И некий такой объект, такая единица астрономическая, которая напоминает какую-то планету. Это все изображения, которые до такого состояния были доведены благодаря моему видению. В реальности это фотографии из коллекции Латвийского университета, их зоологического музея. И там было несколько вещей, несколько слоев. То есть, когда я поговорил с Леной второй раз, и мне стало чуть-чуть понятнее направление по поводу вот этой активности и того, что это довольно большая, сильная энергия, она всепоглощающая. Мне надо было какие-то вещи туда вплести, и, конечно, тема смерти, это же близко там. Теме любви, теме насилия, власти, это все рядышком очень, там между ними иногда границы стираются. И я вечером того дня или на следующий день смотрел фильм, в котором я услышал фразу, что алчность это змея, которую еще никому не удавалось околдовать, приручить. И мне это в голову сразу, в голове это щелкнуло, и я вспомнил про то, что я видел змеи в коллекции университета, я был на биеннале современного искусства, дошел до музея, там была эта штука, и мне сразу начала голова работать, и образ этого змея, который позже разросся в книге так, что это змея, которая ползет фактически через всю книгу, на четырех разворотах она на один не поместилась, она ползет, вот, это отсылка к к египетскому мифологическому существу, апопу или апофису, это какой-то змей мифологический невероятного размера, смысл которого был в том, что он боролся значит с солнцем и хотел его съесть, и чтобы земля осталась без света, то есть украсть, это вот как условно говоря у Корнея Чуковского про крокодила, который значит наше солнце проглотил, и этот сюжет с учетом того, что жажда власти, алчность, жажда денег нередко приводит к катаклизмам цивилизационного масштаба и собственно этим все и может закончиться, и вот этот вот объект, последняя иллюстрация, которая напоминает планету, она вообще напоминает планету, на которой все умерла, собственно, поэтому для меня эта система образов, она просто в какой-то момент выстроилась, бабочка как предвестник смерти, змея как исполнитель, и результат, собственно, там есть какая-то логическая последовательность в этом, ну и самое главное, что при определенных условиях, ну я не знаю, я, например, в определенном настроении, рассматривая картинку вот этой вот опустошенной, какой-то разломанной планетоподобной сущности, я испытываю каждый раз какую-то грусть и какое-то ну отчаяние, наверное, даже, ну то есть там есть в этой картинке безнадежность, я должен признать, что мое первое впечатление от этого сборника еще до того, как я читал тексты, как раз рассматривая эти три объекта, которые вы упомянули, мне каждый раз становилось нестерпимо холодно, такое ощущение, что это в какой-то степени, может быть, удар, ток или еще что-то, то есть это яркие, негативные впечатления, которые, да, в глазах просто ломота возникает, и ощущение вот такого всеобщего артрита души, когда все болит. Представьте, что, да, я не знаю, наверное, тяжело это представить, представьте, что под ультрафиолетом в какой-то ужасной просто по громкости по ритме музыки воздушит змея, которая еще к тому же не змея, а ее подобие некое такое утрированное, ну в общем, я человек, которому в такие состояния погружаться тяжело, я много раз говорил, что я скорее про ремесло, чем про искусство, но иногда бывает, что ты с хорошего гола, простите, с хорошего паса, с какой-то хорошей подачи можешь забить, ну просто очень тяжело, наверное, в самом начале пути представить, что такой результат, ты его не контролируешь. Я слышал фразу, прочитал в интервью фразу одного книжного дизайнера голландского, что иногда важно отдаваться проекту так, чтобы счастливые случайности тебя сами нашли. И вот получилось, что они нашли меня сами. Безусловно, я прилагал какие-то усилия, как в известном анекдоте про бога и лотерейный билет. Ну и были вещи, которые не контролируешь. А так как набор образов был таким богатым у Лены в стихах, там внезапно обнаружились отсылки к, собственно, текстам. В смысле, что когда эти образы уже были у меня в голове, а потом сняты были на камеру как объекты, получилось, что вот они там как-то работают с текстом удивительным образом. Я полагаю, что мы никогда не сможем закончить дискуссию о том, где заканчивается ремесло и начинается искусство, но я хорошо помню о том, что вы не считаете себя художником. Это так, по-прежнему. Да, по-прежнему. Что ж, если там на этом фронте без изменений, то я, может быть, попросил бы вас, так как, по моему мнению, вы прошли текст очень хорошо, представить все-таки, так как у нас отсутствует в данный момент в студии, сам автор, не могли бы вы прочесть как раз текст о последнем человеке, который перестал говорить, если мы говорим о значениях, 54-я страница. О страницах и нумерации я тоже хотел бы задать вам вопрос. 54 евроцента, да. Последний человек перестал говорить, все слова закончились. Последний человек ставил опыты над языком, дрессировал язык хлыстом, пока от него не остались только дырявые знамена. Я ведь старался заставить язык говорить только истину, а посмотрите, что вышло. Никто больше не говорит, в эпоху постыстины все языки обнулились и заледенели, города превратились в ледник, парк фригидных ледовых скульптур. Последний человек идет как можно дальше от всего этого, по молочной льдине. Последний человек взбирается на молочный айсберг, там наверху его настигает молочная слепота. Последний человек и тот скоро забудет, что такое речь или скажет самое последнее слово, как хлопок или переключение коробки передач. Прозвучит клик и появится новый человек. Клик, молоко заструится кипятком и лед растает. Клик, и появятся новые прекрасные животные, намного лучше прежних. Летающие осьминоги с головами бульдогов, двуголовые морские котики на крыльях, рыбы с головами мышей, обезьяны с головами жаб. Новые животные окружат первого человека и попросят у него первое слово. Прямо-таки босх. 0,54. Таким образом, вы оформили нумерацию страниц. Ну, конечно, там какие-то шуточки должны были быть, маленькие секреты. Мне не хочется именно поэтому все их выдавать. Хорошо, не выдавайте все, расскажите тот, каким вы все-таки можете поделиться. Ну, мы уже раскрыли в какой-то степени эту шуточку. Ну, история с сценами, конечно, это такой жест, опять же, продолжающий историю с отсутствием названия на обложке, что вот, как бы, давайте еще проценим. Я просто помню, кто-то в эфире у вас, говоря о книге «12», пару лет назад. Скорее, все это было господин Кузьмин. Возможно, да. Он упомянул про то, что ему обложка книги напоминает перечень. Ну, я решил в приз-курант превратить содержание, что ты можешь проценить его. Но при этом для меня очень важно было, чтобы этим содержанием можно было пользоваться, поэтому там все цены в возрастающем порядке. То есть, благодаря этому найти легко, в общем. Получается, смерть Бога самая дешевая. А вы же понимаете, что ценность материальная, она очень относительная. Может быть, она поэтому самая дорогая. И тут это сложная игра какая-то, в которой есть первый уровень, с которого можно посмеяться. Конечно, когда я увидел первые рецензии на книгу и увидел литературные критики, они ссылаются, собственно, на произведение. Я увидел цены в скобочках в указании номеров страниц. Ну, это, конечно, было для меня прямо медом по сердцу просто, или медом на сердце. Это потрясающе, потому что это означает, что ты заставил этих людей вовлек в игру, может быть, даже против их желания. Да, мне кажется, что эта книга для вас была увлекательной игрой, потому что я вижу здесь действительно целый ряд. Во-первых, это много уровней и слоев, в какой-то степени это забавная компьютерная игра, если все равно вы создавали ведь верстку с помощью компьютера. В какой-то степени, да. Но, скорее, это игра воображения, наверное, просто компьютер там имеет отношение. В современном мире именно компьютеры нередко детям помогают вместо книг, к сожалению, заполнить мир фантазией и образами. Так что, вот, пожалуйста. Иными словами, если я правильно понял, например, текст на русском языке на левой стороне 0.41 и тот же же на латышском языке на этом же развороте 0.46. То есть, вы специально перепутали там не идет 0.01, то есть, не в порядке. Нет, это еще один из фокусов, про который я не хотел бы рассказывать. Ну что ж, я его сам заметил, значит, можно рассказать. для любознательных они могут эту загадку поразгадывать. Хорошо. Еще можно задать вопрос? Правда, мне кажется, Лена в одном из интервью уже слила весь концепт этот, но я искренне надеюсь, что что-то осталось спрятать. его мало кто прочтет, и поэтому наши тайны продержатся еще какое-то время. Скажите, что еще, по-вашему, свидетельствует о том, что этот сборник наполнен, скорее не алчностью, а грустью. Ведь алкать, как сама автор сказала в своем коротком интервью, это означает еще и все-таки желать, и не всегда это плохо, особенно в русском языке этот глагол. Алкать именно в алтическом не самим. Очень важно, что у каждого, даже получается, в нашей маленькой команде из двух человек, потому что мы с Леной очень интенсивно общались, не много, но в те моменты, когда у нас было общение, очень плотно об этих вещах говорили, и даже несмотря на то, что каждый из нас рассказывал о своем восприятии, о своем преломлении этого, у нас у каждого свое мнение осталось после этого. Это замечательно, ну то есть она находит в этом какую-то невероятную сексуальную энергию. По Фрейду человек жаждет власти, что либидо у него реализуется двумя способами. Это власть над другим человеком и так далее. Мне показалось, что в этой книге, ну, мне в принципе немножко за человечество это грустно, и там смертей довольно много, в смысле, что там есть какое-то количество сюжетных как раз стихов, где, в общем, описываются несчастные случаи разной степени катастрофичности, и поэтому, да, у меня это грусть, это может быть алчность, как еще и любовь, которая насытиться нельзя. Да, которая нельзя насытиться, которая тебя изнутри съедает, потому что любовь – это тоже про желание обладать чем-то. А мы ведь хорошо помним, что змеи, которые залезают в черепа, это распространенный сюжет барочных ванитос или щиты мирской. Что ж, мы видим, что здесь действительно большое количество и аллюзий, и секретов, и каких-то моментов, которые нужно отгадывать, или с другой стороны есть достаточно широкое пространство. И это еще, как я говорю, только о своей части работы, а сколько вплела туда Лена в собственном стихе, потому что главное, конечно, это то, что мы прочли, и то, что можно прочесть в этой книге, это есть. Как вы относитесь к Верлибру? Как типограф, мне постоянно не хватает ритмики, мне хочется наказывать поэтов за отсутствие строфики нормальной, потому что, безусловно, ты когда, как типограф организуешь текст, ты ищешь для него какой-то правильный способ его организации внутри книги. А здесь буквы совсем распустились и не подчиняются. Да, тут более того, есть же авторы, вот как Елена, которые не пользуются, например, пунктуацией, у них синтаксис очень упрощен, нет прописных букв в тексте, то есть это действительно постмодернистская поэзия, и они нередко не нуждаются в помощи каких-то частей, и может быть, в этом даже есть игра, потому что ты читая, чуть больше напрягаешься для того, чтобы понять, где заканчивается одна мысль, начинается продолжение, поэтому мне, например, вот эти стихи читать не всегда легко, именно потому, что мне нужно ловить места, читая его вот глазами, где мне нужно там остановиться, чтобы обозначить, что на этом что-то закончилось, и в этом смысле, в этом, ну, есть определенная такая случайность, то есть ты, работая с современной поэзией, получая, или работая с произведениями разных авторов, как это было вот с 12, например, от каждого из них совершенно разные впечатления на странице, ты вот 12, там, может быть, было там 3-4 похожих, но были те, которые вообще не вписывались никак в мое традиционное, в мое традиционное представление о поэтическом тексте на странице, и это порождает очень интересное многоголосие, они все не похожи друг на друга, и при этом это не какие-то сложные по структуре оформления тексты, которые, ну, специально как-то искривлены, и что в этой форме еще была идея. Нет, они написаны как написаны, но именно длина строк, чередование их, отсутствие внутреннего деления или, наоборот, его присутствие дает вот такое впечатление. В этом смысле, наверное, многие книжки современной поэзии, они немножко похожи друг на друга, и отчасти мы решили эту проблему, эта книга вряд ли похожа на какую-то другую. Что ж, таким образом, я хотел бы попросить вас, может быть, в завершении нашей беседы, время летит очень быстро, прочесть еще один текст, на этот раз текст о власти, о ней Елена говорила в своем интервью, цена власти 41 евроцент. Недорого, очень, очень дисконтно, по-латвийски, да. Прошу. Фигуры власти поступают на ее лбу. Бледные водяные знаки, медленные фигуры различия, виды насилия, диктат тела, улыбка садиста, помилование от тирана, звездный статус, статуэтки призов, денежные купюры, платиновые фиксы, сияющие голды, троны из костей, рабы падшие ниц, гаремы султана, дворцы с садами и прочь. До тех пор, пока лоб не выравнивается от равномерного распределения фигур, тогда она неподвижно стоит перед зеркалом, глядит на лобные волны, надевает отетюженный чепчик, выходит в сад за очередным поручением от суровой госпожи. Алексей, благодарю вас за сегодняшний рассказ. Напомню, сегодняшняя наша беседа была посвящена новому сборнику стихов Елены Глазовой под названием «Алчность». Это билингвальный сборник на русском и латышском языке. Автором дизайна этой книги стал Алексей Мурашков, наш сегодняшний гость. Мне все-таки возможно, на примере вашей другой книги, которая недавно была открыта нашей публике в Академии художеств. Может быть, мы в какой-то из бесед могли бы затронуть ее. Она очень ремесленная, к слову. Хорошо, ну вот видите, аргумент в вашу пользу. Таким образом, большое спасибо, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание. Напомню, на следующей неделе после пасхальных каникул во вторник в 3 часа, необычное для нас время, мы встретимся с режиссером и музыкантом Владиславом Наставшим, который расскажет о своих новых работах в Москве, на разных сценах, о своих творческих планах в следующем году. Вернемся с вами к беседе на тему культ просвета на следующей неделе после каникул. Желаю вам приятных выходных и хороших праздников, если вы отмечаете эту пасху. Большое спасибо моему коллеге Родиону Золотареву за возможность сегодня обеспечить наш эфир. Спасибо и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова